Ваши впечатления от Дурова и инвестиций в тон? Отношение негативное. Не проходит и трех месяцев, как в России случается что-нибудь такое, что может отпугнуть инвестора. Финансовые показатели, они важны, но финансовые показатели создают люди. Кому вы никогда не дадите денег? Интересный вопрос. Вам список людей прислать? Всем привет, это Forbes Capital. Я Елена Тафанюк. И сегодня у нас основатель фонда DaVinci Capital и по совместительству инвестор Павла Дурова Олег Железко. Олег, здравствуйте. Добрый день, Лена. Как вам ваше впечатление от Дурова и инвестиций в тон? Да, вы знаете, мои впечатления от Дурова, наверное, я не могу о них говорить, потому что мне юристы не позволят. Но с точки зрения инвестиций я давал несколько раз интервью, и где-то их уже печатали. Конечно, у нас отношение общее негативное, потому что инвесторы потеряли деньги, и ситуация была достаточно сложная, достаточно длинная. Наверное, у нас, если я вам начну рассказывать про нашу историю Телеграм, это будет, займет часа 2 и 3, поэтому, да, отвечаю коротко. Отношение негативное. Мы смотрим пристально на этот кейс с нашими юристами, и, скорее всего, будем двигаться дальше. Но на этом я поставлю многоточие. Вы можете мне задать вопрос о причинах, ну, либо перейдем к другим темам. Ну, причина здесь очевидна. Причина очевидна. Сколько сейчас у вас под управлением? Ну, сейчас 500 миллионов долларов под управлением. У нас около 10 фондов. Мы сейчас активно уже работаем в рамках фонда 3. Есть какая-то основная линия, а есть вспомогательные фонды, которые нацелены на продукты, либо на определенные сделки. Ну, вот, скажем, такая у нас, как бы, портфель таких фондов на основе оси. Это вот фонды 1, 2, 3. Ну, экзиты уже были. Экзиты были, да. Какой самый крутой? Самый крутой, наверное, ЕПАМ, да, потому что мы хорошо заработали. Могли еще больше заработать после того, как компания стала публичной. Ну, в какой-то момент решили продать акции. Можно было еще пару лет подержать и заработать еще больше. А вы лично на какую сумму можете принимать решение? На все? Ну, скажем так, лично я, знаете, у нас всегда инвестиционный комитет, поэтому у нас нет разделения, то есть один человек принимает решение на определенную сумму. Просто есть определенные сделки, и каждый из партнеров отвечает за них. А в целом решение принимается коллегиально. Ну, так немножко легче. Ну, так немножко легче, да, разделение ответственности. Но хотя лично, конечно, сделку ведет, принимает решение партнер, который ее продвигает. А потом инвестиционный комитет, он наоборот выступает оппонентом, то есть находит риски и так далее. Партнер должен защитить. И сколько проходит процентов? То, что попадает на инвестиционный комитет, наверное, процентов 10 из того, что мы смотрим, а то, что принимает инвестиционный комитет, это процентов 50. Ну, просто сделки иногда не складываются, потому что у нас инвестиционный комитет начинается достаточно рано и выставляет определенные условия, затем уже к другой стороне сделки. Если эти условия не выполняются, тогда сделка не осуществляется. Вы, вообще-то, я вот читала ваше интервью, вы, по-моему, внесли довольно большой вклад, по вашим собственным словам, в развитие российского финансового рынка. Ну, может быть, когда-то давно еще, до того, да, как он как-то сузился, да, в каком-то смысле. А именно продав биржу РТС, московской биржей, биржей ММВБ, которая сейчас стала московской биржей. А вы вот эту сделку оцениваете действительно как вклад в развитие фондового рынка? Потому что я помню, что когда она происходила, было очень много критики на тему, что вот какое-то опять государствление пошло, частных предпринимателей выживают. Ну, знаете, я в целом, конечно, были, в целом, мне много задает этот вопрос. Я в целом считаю, что наш вклад был положительным, потому что мы смогли объединить усилия именно рынка, тех компаний, брокеров, которые все-таки сделали прагматичный выбор. Они были акционерами, они выступали за объединение. Конечно, были, менеджмент, наверное, в целом был больше против, нежели за. Вот, ну, сейчас менеджмент удалось создать некоторого конкурента, биржу Санкт-Петербург. Вот, вы знаете, если уйти к истокам, на самом деле объединение хотели западные инвесторы, потому что они хотели торговать на единой площадке с единым депозитарием. Им так было удобней, что во многих странах мира, где рынки, ну, в России все-таки еще не большой финансовый рынок по сравнению с гигантами, и вот иметь одну биржу, одну точку входа было удобно для инвесторов. И, естественно, государству было так спокойнее, ну, скажем, не государству, а центральному банку, потому что тут не было такого вот именно наезда государства, просто была группа в Центральном банке, которая хотела объединить вот именно с точки зрения западных инвесторов. Ну, иногда использовала какие-то методы, которые, так сказать, мирного уговаривания разных участников. Да, не принуждения, переговоров, да. Да, переговор, заплатили хорошую цену. Вы знаете же, после этого фон политический очень, и он резко ухудшился, и тяжело было бы представить, что бы было сейчас рынком, если было две биржи. Может быть, у нас вообще ликвидность умерла бы. А в России, да, вообще вот есть финансовый рынок? Да, в целом, конечно, рынок есть, но он не такой большой, что если посмотреть на размеры наших таких, как сказать, кругов или шариков, ну, где показывает объем какой-то капитализации по основным инструментам, по потокам капитала, российский рынок, конечно, не очень большой. Там, где он, наверное, приближается, это деривативы, торговля валюты, вот там есть нормальные объемы венчурный рынок, акции, правит-эквити, это все достаточно нишевые рынки по сравнению, там, скажем, с первой десяткой стран, в которых эти рынки есть. Может измениться? Ну, конечно, все меняется, все потихоньку меняется. Пока вот каких-то таких катаклизмов с точки зрения положительных я не вижу, ну, ничего негативного тоже нет. Ну, так достаточно спокойная ситуация, я бы сказал. Те инвесторы, которым нравится инвестировать и на венчанном рынке, и на финансовом, находят свои инструменты, они берут на себя политические риски, другие риски и, соответственно, пытаются зарабатывать деньги. Ну, таких инвесторов, наверное, не так много, как на американском рынке, европейском, азиатских рынках, но они есть, и, естественно, российский рынок, я думаю, если вот все-все-все-все показатели сравнить, наверное, где-нибудь там, можно сказать, на 12-м месте. Почему вы не уедете, кстати? Вот у нас, ну, я не знаю, в Долину или еще куда-то. У нас инвесторы и стартаперы все вот стремятся куда-нибудь взять и уехать. А вы тут вот здесь сидите. Ну, знаете, у нас сейчас штаб-квартира в Лондоне. Это достаточно иронично, потому что, когда компания DaVinci начала свое существование, в 2007 году мы открыли офис в Лондоне. У нас тогда запустился первый фонд. Через много лет мы уже опять открыли штаб-квартиру в Лондоне, перенесли туда центр инвестиций, принятие инвестиционных решений. Причина, она, наверное, не так много связана с Россией. Она больше связана с тем, что мы сейчас делаем глобальные сделки. Нам нравятся рынки СНГ, Центрально-Восточная Европа. Но мы смотрим на такие рынки, как Израиль, Штаты, Европа. Мы в целом смотрим на глобальные компании. Долина для меня слишком далеко. Мы не венчурные предприниматели. Мы иногда делаем венчурные сделки, но чаще под платформой наших компаний. То есть наши компании портфельно, они занимаются венчурными инвестициями, спонсируют, занимаются стартапами. А мы в стартапы не инвестируем сами. Мы создаем платформы. У нас не так много сделок. Мы пытаемся как-то более крупный бизнес вырастить. Хотя все это растущие компании, глобальные рынки. И движение в этих бизнесах, оно, конечно, где-то больше вне России пока. Но вы, тем не менее, из Москвы это пытаетесь сделать. Ну вот, на самом деле нет. У нас есть офис в Москве. Мы сейчас открыли офис, как это модно говорить, в Нур-Султане. Вот в Астане бывший. Мы даже в Киеве офис откроем, несмотря на политику. В одном из интервью вы сказали, что сложно относитесь к частным деньгам. Вы по-прежнему так же к ним относитесь? И если да, то у вас чьи, получается, инвестициональные деньги? Да, вы знаете, у нас сейчас есть и поток частных денег. В основном это деньги тех инвесторов, которые хотят смотреть на глобальные инвестиции. Вот недавно купили блок, и мы дальше покупаем компании Курсера. Это хорошая история, такая глобальная онлайн образовательная компания, которая, естественно, из-за последних событий ковида, она достаточно хорошо развивается. И вот у нас есть частные деньги, которые зашли в этот проект. Мы на базе таких сделок делаем небольшие пулы инвестиций, фонды. И мы видим, что частные деньги, они, инвесторы часто хотят не иметь портфель. Хотя на самом деле здесь тоже есть сложное отношение, потому что я считаю, что частному инвестору лучше иметь портфель. Но с другой стороны, частный инвестор, он любит посмотреть на конкретные сделки, увидеть, ему что-то понравится, и он тогда принимает инвестиционные решения. Вот мы не находимся в таком бизнесе, как многие говорят, управление деньгами. Мы не управляем деньгами, у нас есть конкретные инвестиционные идеи, есть фонды, платформы, есть сделки. Вот там можно работать с частными деньгами. Почему у нас в основных фондах больше институциональных денег? Потому что это очень длинные фонды, там достаточно специфическая юридическая база. И там нам, либо нам приходится брать достаточно много рисков на частного инвестора, потому что там деньги сразу не даются в фонд. Там деньги выбираются по мере того, как фонд делает сделки. И ты, когда работаешь с частными инвесторами, то возникают риски, что частный инвестор просто не заплатит денег. А более короткая форма при IPO, либо конкретных сделок, она более удобна для работы с частными инвесторами, потому что они сами взвешивают за и против. Если они верят в сделку, тогда они в эту сделку идут. Но структурируем, управляем сделкой уже мы, то есть те команды, которые у нас работают. Вам комфортно работать с частными инвесторами, или они немножко токсичны? Ну, вы знаете, я бы не сказал токсичные. Частные инвесторы просто это вот... Я как частный инвестор тоже бы как бы негативно относился к каким-то там цикличности, которая происходит, если бы я проинвестировал в какой-нибудь фонд. К своим фондам я нормально отношусь. А к цикличности, потому что я знаю, понимаю, тоже негативно, естественно, если что-то плохое происходит. Когда ты смотришь, когда другой менеджер, что-то не получается, перформанс не такой, естественно, что частные инвесторы расстраиваются. Потом у частных инвесторов иногда возникают проблемы с ликвидностью, вне зависимости от того, что они сделали. Эти проблемы... Звонят вам. Я имею в виду, что что-то случается в жизни лично, мы же все люди. Поэтому обстоятельства, вот это дополняет риски для инвестиционного менеджера. И вот такие ситуации. Ими, конечно, можно управлять. Нам просто комфортнее, когда частные инвесторы приходят через частные банки, вот в пулах инвестиций. Ну, звонят, ругаются. Звонят иногда, ругаются, да. Иногда очень сильно переживают, если какая-то конкретная компания, что-то с ней происходит, нет информации. Ну, то есть, конечно... А можешь пример привести? Нет, не могу. Вот у нас есть в портфеле компания Гет. Компания Гет очень хорошо развивается сейчас, но она прошла через непростые циклы. Я сейчас не говорю про ковид. До этого были всякие ошибки роста, там неудачное развитие в Штатах в своем виде. И вот во время этих вот таких трансформаций, конечно, инвесторы волновались, потому что, ну, компания была под некоторым давлением. Сейчас ситуация выравнивается, и в таких инвестициях очень часто либо картинка, она какая-то плохая, становится хуже, либо она сначала плохая, потом очень хорошая. То есть не так просто иметь вот плавную такую инвестицию, как фикс инком, знаете, которые каждый год тебе 3%, еще там 10% и так далее. У нас все больше, у нас может быть минус 10%, а потом плюс 20%, а потом плюс 30%, а когда продал, еще получаешь 100%. Ну, тогда в целом средняя температура дает тебе хорошую доходность. А если плохо продал, значит доходность маленькая. Вот институциональные инвесторы, они лучше реагируют на такую динамику. У них есть механизмы, отточенные годами, то есть они просто о тебе судят, там через, скажем так, проинвестировал, смотрят на перформанс, если нравится, деньги возвращаются обратно, деньги идут дальше. Если деньги не возвращаются, либо не та норма доходности, они просто перестают инвестировать. Но все это происходит достаточно в спокойном режиме. А были у вас такие периоды, когда норма доходности не устраивала инвестор? Да, конечно. Первый фонд наш был неудачным, но не совсем он там дал небольшую норму доходности. Там было много всяких тоже вещей, которые были связаны с реструктуризацией 2009 года. Фонд был публичный, потом мы его сняли с рынка, был некоторый развод с партнерами, которые дали много денег. И мы смотрели, знаете, больше не на показатели фонда, а на показатели конкретного инвестора, потому что мы для инвесторов, у нас не так было много свободных денег в фонде. Мы создавали дополнительные возможности для инвестиций, где инвесторы уже зарабатывали деньги. То есть мы так достаточно точечно подходили к каждому инвестиционному кейсу. То есть несмотря на то, что фонд там дал достаточно низкую доллару и доходность, были моменты, где те инвесторы, которые хотели взять дополнительный уровень риска, и потому что 2008-2009 год был непростой для всех, они возвратили свои деньги и заработали дополнительную доходность. А есть какая-то инвестиция, которую вы не сделали и жалеете? Интересно, да. Нам нужно улучшить наш трекинг. Были, конечно, сделки. Вот сейчас не помню. Мы иногда сейчас с одной компанией общаемся, и мы смотрим, что это такой финансовый бутик, микрофинансированием занимается, и мы видим, что если бы мы зашли в них 4 года назад по другой оценке, то у нас капитализация была бы уже другая. Но мы об этом не сожалеем, потому что это как все время в жизни жить и сожалеть о прошлом. Вот я что-то не так сделал, поэтому я вот пришел к такой ситуации. Ну подождите, любой же инвестор сожалеет о том, что он не купил на дне и не продал на пике? Вы знаете, это больше для тех, кто очень активно торгует, поэтому мир инвестиций достаточно обширен и дает все время новая интересная ситуация. Как вы находите, что купить? Курсеру как нашли? Курсера просто появилась идея у одного из наших инвестиционных менеджеров в команде и показывает сделки. Просто такой подход сверху вниз и снизу вверх. Что значит сверху вниз? У нас есть целевые сектора, мы далеко не во все сектора заходим и в них мы смотрим компании, которые представляют интерес. С другой стороны, уже зная о том, что мы куда-то смотрим в эту область, нам идет поток снизу вверх предложений. Некоторые из них мы просто игнорируем, потому что они не попадают в фильтр. Некоторые попадают в наш микроскоп, либо в поле нашей зрения. Кем надо быть, чтобы попасть в ваш микроскоп? Сейчас мы смотрим на международные компании, в которых штаб-квартиры по всему миру. Это может быть Азия, Европа, Америка. И мы смотрим на новую экономику. Мы во втором фонде занимались новой экономикой, в третьем мы более интенсивно занимаемся. Это IT во всех видах. Есть 4-5 секторов, в которых мы определили нашу инвестиционную стратегию. Затем уже есть критерии с точки зрения размера компании, такие, может быть, даже детальные, как количество сотрудников, обороты, количество клиентов, стратегия роста. Допустим, приведу вам классический пример. После EPUM мы задумались о том, EPUM это IT-отсорсинг. И начали думать о том, как найти еще такую хорошую компанию, EPUM номер 2. Мы смотрели достаточно долго, года два. В конце концов нашли такую вот уникальную, но для нас компанию, которая нам подошла, мы их долго уговаривали, потому что они не хотели, чтобы мы в них заходили. Они просто не хотели, чтобы кто-то вообще заходил как инвестор. Мы их убедили, и вот сейчас пожинаем плоды. Нам нравится, как компания развивается. Эта компания называется DataArt. Хорошая компания, мы в нее проинвестировали. То есть это что-то такое, что Богославский все время покупает, не поймешь, чем занимается. Нет, эта компания занимается IT-отсорсингом. Это американская компания, мы в нее проинвестировали из Лондона нашими западными деньгами, потому что они вот не хотели русских денег, они не хотели... Почему все так боятся русских денег? Не институционально. Ну просто вот у них были свои причины. Они хотели повторить путь и хотят повторить путь ИПАМа, поэтому нам пришлось их поуговаривать. Но это вот именно был, наверное, такой классический хороший пример, потому что у нас также работал советник, который занимал достаточно хорошую позицию в компании ИПАМ, и он был очень категоричен, он очень критично оценивал все компании. Именно с его точки зрения, смогут они стать ИПАМом или нет. Такой ИПАМ-тест мы применяли. Вот на одной из такой компаний поставили печать качества. И идем вперед. Что важнее для вас, финансовые показатели, Excel или люди, когда вы смотрите компанию? Вы знаете, это равноправные вещи. Конечно, финансовые показатели, они важны, но финансовые показатели создают люди. И поэтому без правильной команды предпринимателей, тех людей, которых в команде, невозможно иметь и финансовые показатели. Это знаете, что важнее курица и яйцо. То есть тут нельзя сказать, что мы только смотрим на финансы. Но, естественно, если люди просто очень хорошие, очень умные, талантливые, но финансовые показатели плохие, то тоже заходить не нужно. То есть финансовые показатели – это именно та оценка, которую хорошие люди что-то могут сделать. Но не всегда это получается. Иногда бывает, хорошие люди собираются, и бизнес не получается. Тут есть много разных факторов. А правду говорят, что инвесторы дают деньги только тем, кому они не нужны? Да нет, я считаю, что это не так. Конечно, если бы компаниям не были нужны деньги, то не было бы условий сделки и условий входа. Обычно тут сочетается стремление. Если компании и предпринимателям не нужны деньги, они не будут работать с инвесторами. Все равно должны быть амбиции, должна быть стратегия. Ну и очень просто. Многие предприниматели, они просто хотят кэш-аут какой-то. Это тоже часть сделок. Кэш-аут – это переведено на пенсию. Ну, скажем, не совсем на пенсию, но некоторая монетизация. Все говорят про команду. На самом деле, мне кажется, эти слова ничего не значат. А что именно в команде должно быть, чтобы получить инвестиции, чтобы вы дали им денег? Я думаю, что самое главное – это компетенции, умения. То есть просто команда сама по себе – это пустой звук. Особенно если в венчурных инвестициях это более понятно, потому что часто собираются хорошие команды, красивые картинки, но ты не понимаешь, насколько эти картинки людей соответствуют реальности. Поэтому команда – это именно умение зарабатывать деньги, умение работать, именно опыт в данной компании, не опыт в предыдущих бизнесах, а опыт в данной компании. Ну и, естественно, мы смотрим на динамику, что часто в компаниях таких небольших есть лидер, который под ним вся компания, и тогда получается, что команды нет, и мы ставим на одного человека. Это тоже иногда опасно. Должна быть правильная комбинация лидера, команды. Кому вы никогда не дадите денег? Интересный вопрос. Вам список людей прислать. Как на вас повлияло дело Майклаколе? На вас лично? На меня лично. Стал мудрее, опытнее. Всегда любой опыт таких шумных дел, тем более, что мы были упомянуты во многих, скажем так, инстанциях. Да, наша компания там фигурировала, мы так оказались где-то между двух огней. Мы сохранили, наверное, нашу позицию, наше убеждение, скажем так, наши взгляды. И лично просто это еще один жизненный опыт, скажем так. Ну, вот, как говорится, все, что юристы могут мне разрешить сказать по этому поводу. Потому что дело еще где-то идет. Ну, вы знаете, да, понимаете, когда такие вещи происходят, часто вот тоже инвесторы, кажется, ну все вот. Вот если до этого было плохо, сейчас уже совсем кошмар. Вот, и Россия один из тех рынков. У нас есть один интересный инвестор, который западный, кстати, институциональный, много инвестирует и в Россию, ну и вне России. Он иногда приводил график всяких политических катаклизмов, макро, которые Россию, вот, скажем, сопровождали, которые были негативны для инвесторов. Если посмотреть там на такой граф, и там идут такие события, то не проходит и трех месяцев, как в России случается что-нибудь такое, что может отпугнуть инвестора. Иногда это реальные вещи, иногда это вещи, которые связаны с, скажем так, с восприятием. Я считаю, что с точки зрения, может быть, отсутствия рынка, в России очень много сейчас своей домашней ликвидности, и поэтому вот она как бы вытесняет, я думаю, ликвидность вот такую классическую, фондов и так далее. Очень много денег. С ними словами, в России очень много денег, но их все боятся. Вот, ну да, ну да, в России много денег, много денег частных инвесторов, институциональных инвесторов, финансовых институтов. У вас также есть приопиофонд совместный с РВК. Арест Павалко как-то сказался? Мы работаем с РВК, у нас нет никаких последствий в этом смысле. Мы сожалеем о случившейся ситуации, продолжаем работать. У нас сейчас, у нас был уже один выход, сейчас идет уже еще один выход, и будет третий в конце года. Это, поэтому, у нас единственное, что в этом фонде почему-то пока получаются стратегические продажи. На следующий год мы, всегда это на следующий год в России, это так, мы запланировали три IPO, я уверен, что эти три IPO состоятся. И там поучаствует этот фонд. А до этого вот выхода были, это продажи. А у вас не возникла мысль, когда арестовали Павалко, что ой, зачем мы ввязались в эти РВК, это государственные деньги, сейчас к нам придут, тоже начнут что-нибудь тут допрашивать. Мне кажется, сейчас есть такое впечатление в России, что лучше от государственных денег держаться подальше. Ну, вы знаете, мир несовершенен. Кто такой хороший, ну не венчурный, а private equity инвестор? Хороший private equity инвестор, я считаю, тот инвестор, который имеет много денег. Это вопрос моего клиента сейчас? Нет, в целом про фонд, потому что мы тоже, мы туда идем, и все равно мы еще не, вот третий фонд, я надеюсь, мы туда придем, потому что нужно иметь возможность сделать хорошие сделки, крупные сделки, и для того, чтобы делать хорошие крупные сделки, нужно иметь достаточно много денег под управлением, чтобы делать 12-15 сделок и иметь возможность выхода. Какой парадокс? Вы говорите, что в России еще много денег, и при этом вы недавно в одном из интервью сказали, что недостаточное количество денег в private equity, это даже хуже, чем санкции. Я так сказал, да? Ну, да. А, я имел в виду, что... Проблема хронического отсутствия капитала в private equity в фондах, это даже хуже, чем санкции. Речь шла о разных уровнях ликвидности, потому что в России есть ликвидность, скажем так, не для каналов private equity фондов. Это ликвидность, которая напрямую идет в компанию. Она иногда создает конкуренции для private equity фондов, иногда не создает, но какой-то уровень денег есть. Я говорил о том, что в России до сих пор еще нет институтов правильных, либо предпосылок инвестиций в private equity фонды. Естественно, во многих private equity фондах, возвращаясь к ответу на мой прошлый, на ваш прошлый вопрос, не хватает денег. И я думаю, что по многим причинам успешный private equity фонд, наверное, на этом пространстве, это более международный фонд, потому что он все-таки не имеет рисков одной страны. Когда у тебя есть несколько стран, ты можешь это выбирать, иметь компанию, которая не зависит от потрясений, например, Белоруссии или каких-то других негативных событий. Что вы как фонд и вы как Олег Железков умеете делать лучше других инвесторов? Вот чем мы отличаемся от просто инвесторов, тем, что у нас есть опыт и мы достаточно хорошо находим компании, структурируем сделки. Это такая тяжелая, кропотливая работа. И этому процессу научиться невозможно. Через этот процесс можно только пройти. А часто у простого инвестора не получается даже пройти через этот процесс, либо начинающей команды не получается, потому что никто не даст денег. У предпринимателей, которые хотят идти в private equity, у них нет абсолютно никакого опыта вот такого инвестирования. Поэтому, я думаю, уникальность это опыт, умение выживать, умение работать на этом пространстве. Но я надеюсь, что наши международные стратегии они тоже воплотятся, потому что мы постоянно что-то ищем, что-то новое. А есть какая-то глобальная проблема, которая вас лично волнует сейчас? Глобальная проблема? Ну, конечно, коронавирус волнует, потому что тяжело между странами перемещаться. Надеюсь, что она как-то будет решена. Наверное, в общем-то, больше ничего не волнует. Волнует скорость и количество информации. Скорость и количество информации? Я имею в виду, что очень много идет информации с разных источников, о разных вещах. Эту информацию не хватает времени перерабатывать. Если мы такие фонды, как мы, научимся перерабатывать огромное количество информации, мы даже вот в таком private equity, венчурном бизнесе мы сможем стать более успешными. А кто самый крутой венчурный инвестор в России? В России? Вы знаете, в России много хороших инвесторов, но они, я бы сказал, что они, наверное, не в фондах. Ну, вы знаете, то, что там на слуху, мне кажется, Александр Галицкий хороший инвестор, Богославский хороший, очень хороший инвестор, что у нас была замечательная встреча. Вот с легких сожалений, скажем так, где-то в 2011 году мы тогда что-то делали в интернете или собирались, вот ему встретились, мы говорим, вот там русский интернет, мы там собираемся, а нам Леонид сказал, а я вот собираюсь в Индию поехать. Вот. И, соответственно, потом мы узнаем, что у него сумасшедшая история успеха в Индии. Вот. И я-то даже подумал, а вот мы здесь были, да, мы не уехали в Индию. Вот. Поэтому есть вот в Израиле интересные инвесторы, Рябенький, вот очень хороший венчурный инвестор. Мы так не с венчурными инвесторами не очень близко пересекаемся, именно по той причине, что мы не венчуристы. Много очень есть людей, предпринимателей, которые венчурные, которые сделали успешные бизнесы, у них просто нет фондов, они сами по себе являются такими ходячими людьми успеха. А кто самый крутой предприниматель? После Олега Тинькова. Все называют Олега Тинькова. В России вы имеете в виду? В России, да. Знаете, как-то тяжелый вопрос. Я немного последний год как-то... Не смотрели за это. Не смотрел в России на то, что происходит. Давайте на следующий я вам напишу, да. Подготовитесь. Подготовлюсь, да. Домашнее задание. Да. Домашнее задание.